приветствую всех сегодня я не стал ставить лд сити все это проделаю в репере потому что у него при рендеринге есть визуал для чего это все нужно сегодня мы в чате немножко закусились на тему того что одна да звучит типа лучше другая хуже а кто-то говорил что это просто калькулятор какой-то и все калькуляторы считают одинаково 2 плюс 2 будет 4 что я скажу на эту тему на эту тему у меня есть видео на канале и я нашел разницу даже в самом репере то есть репер сам себе там противоречит тесты показывают что оффлайн и онлайн рендеринг дают разный результат причем я нашел даже в интернете статью и она есть в этом видео решил я покопаться на просторах ютуба вспомнить интересного человека будрого человека который сам пишет ту же музыку это алексей таран и по ходу дела нашел еще один видосик давайте послушаем что о чем так кто что говорит введение для тех кто пытается понять этот вопрос и вообще этот эфир и в дальнейшем видео конечно ориентировано на тех кто действительно хочет разобраться в этом вопросе они просто ради какого-то красивого слогана ради каких-то значит красивых замечаний красивых поотколов и так далее что имеется ввиду и так если допустим мы выводим через рендеринг файл с одной студии из другой студии то если например эти два аудио файла добавить в аудио редактор не секенсов в данном случае в аудио редактор и в одном из них изменить фазу сигнала а далее их сложить то в результате этого сложения получится ноль это при условии если сигналы абсолютно идентичные я здесь готов согласиться с этим моментом что если мы будем в секвенсорах складывать микшировать аудио сигналы то есть аудио данные аудио файлы и результаты этих микширований складывать в противофазе то действительно получится 0 это классно это здорово но меня не интересуют ребят секвенсоры именно для микширования аудио данных в конце концов я могу это сделать в блендере 3d не поверить но в нем ведь есть поддержка open all и это наверно круто то есть я в блендере 3d просто могу взять и смешивать аудио файлы секвенсор мне нужен не для этих целей секвенсор генерирует сигнал опа приплыли и вот здесь это самые умные и продвинутые комментаторы скажут мужик ты чем пургу мол метешь сигнал генерирует в ст и синтезаторы или в ст и я сказал в ст и не так удобнее и код ребят в ст синтезатор это длл библиотека динамик лайнг либрери или лейбрери правильно да что это такое на момент исполнения секвенсора как исполняемого кода это самая библиотека динамически присоединяется через память к исполняемому коду секвенсора и таким образом на момент исполнения этого секвенсора в операционной системе эта библиотека становится частью секвенсора так наверно кому-то что-то непонятно да и я сказал ну тогда для начала наверно вам надо обратиться вот к вопросу который хорошо освещается ну да был обращаем фазу в репер вас той файле соу проверка инвертировался минут я для себя проверяю шоу а контрол а свести в последнюю дорожку где 0 то у меня с этим 0 года два уже долбали где 0 то тут вот и я сегодня дошел еще вот такое видео например какая из них лучше звучит какая из них на выходе дает хороший звук то есть например в каждой программе свои теперь мы идем на болтон и пишем то же самое синтезатор у нас убавлен везде на минус 4 децибела от общего микса на вот здесь же мы долго точно три варианта трека который написан одинаково совершенно с нуля я не услышал особой разницы по характеру звука единственное что в репере были проблемы с тем что звук по громкости не совпадал то есть там как-то то бас выделялся то есть оболтоне и в против лупсе как-то было более-менее похоже все по характеру звука я не увидел такой разницы то есть все три программы практически похоже абсолютно на сто процентов и дать если он прилагает его творение скачать вов файлы из видео чтобы послушать и так далее я скачал их вот они и и так вот эболтон вот фл и вот рипер давайте возьмем эболтон возьмем рипер сделаем одинаковые концовки я даже думаю сделать лучше так это у него хвосты разные здесь так проверю вступление вступление все четко да да вот я уже вижу даже здесь разницу что одинаково вообще не пойму ну давайте значит нужно на одном из них перевернуть фазу будет 0 выделим и вот сейчас когда мы будем делать рендер мы все и увидим визуально визуально доля дед давайте допустим рипер удалим и закинем суда эболтон так же проверим начало и конец все одинаково на одном из них перевернем фазу тут неважно где на каком треке врубаем рендер и смотрим врубаем рендер и смотрим нет 0 кто то подумает какой то подвох давайте пойдем другим путем загоним два одинаковых файла два допустим давайте загоним два одинаковых файла 1 облитон два облитон эти то уж точно схожи и здесь должен получиться доль на одном из них перевернем фазу врубаем рендер естественно получился доль о чем и говорил алексей таран все дав звучат по разному как бы так кто то не бодался за свою любимую дав но нет какая то немного хилит звук какая то выдает его именно таким какой он есть что влияет на звук а влияет на него звуковой движок секвенсора всем отличного сауда и до скорых видео а 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